Всем привет, и с вами Чика Тревел. А давайте сегодня поговорим про Эмираты. Вообще, это направление за последние несколько лет стало самым популярным и вытеснило многие-многие другие направления, которые теперь для наших туристов... Ну, не хочу говорить, что недоступны, но стали менее доступны. Когда мы говорим про Эмираты, многие говорят, да, я знаю, это Дубай. Но мало кто знает, что Эмираты — это целых девять Эмиратов. Давайте сегодня подробно я вам расскажу про каждый Эмират. Начнем, конечно, с самого популярного — это Дубай. Дубай — это вообще центр самых передовых технологий. Я, когда приезжаю в Дубай, мне кажется, я попадаю в машину времени, и она меня переносит на много веков вперед. Я даже иногда не верю тому, что я вижу или слышу, потому что, ну, не может же быть такого. А на самом деле может, потому что Дубай стремится к тому, чтобы стать самым технологичным, современным Арабским Эмиратом в мире. Давайте поговорим, да что же такого интересного в Дубае. Вообще, я всегда рекомендую, если вы первый раз отправляетесь в путешествие в Арабские Эмираты, однозначно свое путешествие нужно начинать с Дубая. Дубай — уникальный Эмират, который совмещает в себе и пляжный отдых, и экскурсионный. Вы можете остановиться в отеле городского типа, у которого есть трансфер, бесплатный трансфер на пляж, а также удобная транспортная развязка, метро, к которому вы можете добраться до достопримечательностей. Но своим клиентам мы всегда рекомендуем индивидуальный трансфер, ну, или, на крайний случай, групповые экскурсии. Так вам будет более комфортно. Особенно, если вы едете в жаркий период, то по улице ходить практически невозможно за счет высокой температуры и влажности. Поэтому берите либо в аренду машину, либо покупайте экскурсионные туры и наслаждайтесь Дубаем. А что же там можно посмотреть? Конечно, Бурж-Халифа — это самое высокое здание в мире. Если вы туда отправитесь вечером, вы увидите шоу поющих фонтанов. А если, например, вы хотите сделать сюрприз своей девушке или, например, сделать ей предложение, вы можете воспользоваться услугой подсветки Бурж-Халифа с той надписью, которая вам нужна. Например, Юля, будь моей женой. Вы представляете, Юля такая стоит, фонтаны поют. И тут на Бурж-Халифа огромными буквами на весь Дубай предложение Юлии. Конечно, Юля не сможет отказать. Ну а кто вообще откажет такому мужчине? Ну это ладно, это мои мечты. Что же еще можно посмотреть в Дубае? Это, конечно, небоскребы и отель Парус. Самый известный отель в мире. Однозначно искусственный остров Пальма. Я советую вам провести день, например, поехать в Дубай Молл, совершить покупки. Ведь именно в Дубае представлены все новейшие коллекции мировых брендов. Огромные торговые центры с техникой, одеждой, украшениями, обувью. Все, что вы хотите купить в этом мире, вы можете купить в Дубае. Вечером отправиться на шоу поющих фонтанов и посмотреть на Бурж-Халиф. Ну а если вы хотите вообще незабываемо провести этот день, советую забронировать заранее ресторан на верхнем этаже Бурж-Халифа. Это топовое место, бронировать его надо заранее. Если вы бронируете тур у нас, то наши менеджеры позаботятся об этом. Сделают резервацию под удобные ваши льдаты. Следующая достопримечательность, которую бы я хотела порекомендовать, это Дубай Фрейм. Это всеми известная арка, наверху которой находится прозрачный пол. Сразу могу сказать, не все, не все могут пройти по этому стеклянному полу, потому что это достаточно страшно. Если у вас есть фобия высоты, то либо здесь вы ее преодолеете, либо вы просто не пойдете. Но однозначно рекомендую посетить, посмотреть, потому что ощутить себя на такой высоте и понимать, что под тобой прозрачный пол и открывается весь красивый Дубай, ну это вау. Если немножко углубиться в историю создания этой арки, то по задумке золотая рамка символизирует, как переход от старого Дубая к новому и современному. Также на этой арке вы сможете посетить иммерсивную выставку, выставку будущего. Там есть все, что мы даже во сне не могли бы себе представить. После посещения Дубая кажется, что мир настолько технологичен, и будущее наших детей, наших внуков будет настолько разниться с нашим, что не будет физических форм, что телефоны — это будет матрица, и вам всего лишь надо будет подумать, открыть свое приложение, оно будет перед вами, никто не будет видеть, что там, кроме вас. Когда меня спрашивают, для кого, Лен, Дубай? Я говорю, Дубай для всех. Это и для детей. Для того, чтобы наши дети могли понимать, как важны технологии и знания в этом мире, сколько всего можно придумать уникального и технологичного. Также я очень рекомендую в Дубай поехать людям, которые только планируют, например, открыть свой бизнес, им нужно зарядиться, знаете, почувствовать энергию и мощь. И я вот всегда говорю, посети Дубай, вдохновись ритмом города, технологиями, и ты приедешь и будешь творить что-то свое, и тебе уже будет не так страшно, и ты будешь вдохновлен на результат. Еще в Дубае есть огромный цветущий сад. Называется он Dubai Miracle Garden. Это огромный цветочный парк, который возвели посреди пустыни. Только представьте, его площадь занимает 72 тысячи квадратных километров. Со всего мира сюда привезли самые редкие, самые красивые растения. Но для любителей природы и животных здесь Дубай тоже не отстает. Обязательно посетите заповедник Рас-Аль-Хор. Это уникальное место, которое объединяет в себе мангровые рощи, огромное количество растительности, дикой природы и животного мира. Почти 20 тысяч птиц обитает в этом парке. Ну а главный хозяин заповедника это фламинго. Их там очень много, и они безумно красивые. Что еще часто рекомендуем мы своим клиентам? Конечно, посетить Дубай Марина. Это классика. Без этого Дубай не Дубай. Особенно вечерняя прогулка на катере, яхте сможет подарить вам незабываемое ощущение. Часто, когда наши клиенты летают в Дубай на какие-то мероприятия, там день рождения, мы заказываем яхту, и если это сейчас звучит как вау, яхта в Дубай это дорого. Нет, это адекватные цены. У нас есть партнеры, которые предлагают абсолютно разные варианты яхты и ужинов на них. Поэтому можно подобрать то, что будет приемлемо именно для вас. Так вот, вы проплываете Марину, вы проплываете и смотрите с воды на красоты Дубая. Особенно если вы планируете свою прогулку на яхте вечером, когда можно любоваться не только небоскребами и красивым сияющим городом, но и встретить закат под бутылочку вкусного шампанского. Также по Марине можно погулять. Там много пеших зон, магазинов, ресторанов. Можно весь вечер посвятить и провести в Дубай-Марине. Также если вы отдыхаете пакетным туром, то туроператор обязательно предложит вам экскурсии. Это ужин на огромном корабле в Дубай-Марине. Я когда отдыхала с семьей, я брала такую экскурсию. Мне очень понравилось. Нас очень вкусно кормили, играла живая музыка. Мы, наверное, плавали часа два и любовались вечерним Дубаем. Это все было в рамках обзорной экскурсии. Кстати, своим клиентам я всегда рекомендую начать знакомство Дубая с обзорной экскурсии. Вы можете ее заказать в индивидуальном формате. Если, например, вы едете большой семьей или компанией, то для вас мы организуем индивидуальный трансфер гидов, которые вас целый день будут возить в комфортном для вас режиме и показывать самые лучшие места города. Но если, например, вы отдыхаете вдвоем и больше вас привлекает экскурсионный групповой тур, то смело можно брать у туроператоров обзорную экскурсию. Есть, конечно, маленький нюанс. Конечно же, вас будут завозить во всякие магазинчики сувенирные, чтобы для туристов, чтобы вы покупали сувениры. И не всем это нравится, да, не все хотят тратить свое время, ждать группу, когда все вернутся, когда все поедут. Но здесь вопрос цены и вашего комфорта. Комфортно вам так или нет, решайте только вам. При этом все равно экскурсия будет для вас очень приятна. Вы посетите Дубай-Марину, вы посмотрите на морской аквариум, на обитание морских животных, вас покормят вкусным обедом, потом вы погуляете по Дубай-Марине, потом у вас будет яхта, ну, корабль. Потом, после, все это завершится ужином на большом корабле с обзорными видами Дубай-Марины. И после, после, вы приедете на Бурж-Халифа на шоу поющих фонтанов и посмотрите на всю эту красоту, и погуляете в Дубай-Мол, после чего поедете в свой отель. Довольны и счастливы. Я хотела вообще-то рассказать вам про все Эмираты, но получился у меня такой обзорный разбор именно Дубая. Давайте про остальные Эмираты я расскажу вам кратко, чтобы было представление, что же это за Эмираты, для каких целей надо ехать именно туда, и что можно посмотреть там.